Сегодня вы увидите. Мы подведем итоги прошедших передач по истории современного Израиля. Евреи и христиане, что они думают друг о друге сегодня? Будем разбираться с пророчествами пророка Исаии. Узнаем, что говорится о Мессии и мессианском царстве в Ветхом Завете. Посмотрим новости иудейско-христианского диалога в России. Шалом, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале Две Маслины Лайф. Мы верим, что нас, любящих Господа Израиль, Церковь, еврейский народ и всякий другой народ, станет больше и мир изменится. И даже если он не изменится вокруг нас, он обязательно изменится внутри нас. Это девиз нашего с вами канала. И мы начинаем. Вековая Алия, по-другому и не скажешь. Розе Исааковне из Умска осенью этого года исполнится 100 лет. И вот чудесным образом встретит она его уже в Израиле. До 120. Классическое еврейское поздравление. А вот Розе Исааковне до его исполнения осталось всего 20 лет. Она в свои 99 совершает Алию в землю, обетованную из Омска, и помогает ей внучка, которая с начала 2000-х живет в Израиле. История еврейского народа за последние 100 лет в Советском Союзе и в России полна как горьких, так и радостных моментов. И все они нашли отражение в жизни Розы Исааковны. Но вот пришло время ехать домой к внукам и правнукам. Я родилась 20 ноября 1922 года. Родилась в местечке Черный остров Хмельницкой области. У меня детство было очень тяжелое. Голодное, холодное, босое. В школе вечно выдавали ботиночки. А на Украине дожди, грязь осенью. Ноги были всегда мокрые. Но жили материально мне очень тяжело. Мама работала мотальщицей ниток. Зарплата маленькая. Вот так мы жили. Вышла я замуж 14 февраля 1941 года. И война. Он ушел на фронт. Я его ждала. Ну, была эвакуирована. Потому что тут немцы стали подходить. Маму. Я точно не могу. Мне сказали. Расстреляли. А родственники ваши, которые там были? А вот эта тетка, не одна эта тетка была. Вот эта тетка с сыном эвакуировалась. Она успела зайти в вагон. А мама не успела. Быстренько. Гудок. И она не успела зайти. Где она принялась? Они уехали. Но их нигде нет. Может, разбомбили этот эшелон. Не знаю. Но нет. Они погибли. И вот бабушка у меня очень сильный человек. Я это ощущаю как пример для себя. Что вот... Ну, мне как бы судьба показывает, что насколько сильные люди. То есть поколение бабушки, они очень сильные. Перед ними просто можно преклониться. И все, что они для нас делали. И вот такой пример. И вот я с ней как бы... Она дает мне силы, энергию. Но я, видимо, ей тоже. Потому что вместе нам вот... И в течение этого года она как бы морально поняла, что... Ну, что... Что она должна уехать со мной. Быть со мной. Ну, и весь путь наш. Потому что вот мы познакомились вот... С Эбенезер, с Эзра есть. Люди, которые волонтеры работают. Просто для меня это открытие. Это вот ангелы, которые нам помогали на протяжении всего этого пути. Без них мы бы никак не справились. И, конечно, мы очень всем благодарны. Информационный христианский портал «Зов Сиона». Книга пророка Исаии наполнена множеством пророчеств. Тысячелетия мудрецы и теологи пытаются в них разобраться. Давайте присоединимся к размышлениям наших современников. Приветствую вас, друзья. Со мной в студии снова Андрей Дударев, исследователь иудейской и христианской религиозной философии. Мы продолжаем обсуждать очень интересную тему о том, как то, что происходит в истории, как то, что разворачивается сегодня перед нашими глазами, может вполне быть исполнением тех самых мессианских пророчеств, о которых говорит Священное Писание. И прошлый выпуск мы закончили, обсуждая пророчество Исаии, о том, что однажды настанет всеобщий мир, всеобщая безопасность, народы будут жить в безопасности, перекуют мечи свои на орал, они будут больше учиться воевать. И вот у меня в связи с теми вещами, о которых мы говорили в предыдущем выпуске, возник вопрос к Андрею, который, мне кажется, было бы интересно обсудить. Не может ли быть так, что рассматривая ход современной истории, мы излишне романтизируем и одухотворяем некоторые исторические процессы, придавая им некий божественный смысл, который ведет нас в светлое будущее? И может так быть, что это просто самообман? И зачем тогда Мессия, Машех? И есть ли в православии вот эта концепция второго прихода Мессии Иисуса Христа? И для чего этот приход нужен? Ну да, Юля, совершенно справедливо у меня спрашиваете. Я, откровенно говоря, и сам себе задавал такой вопрос. Не является ли вот то, о чем мы говорили в прошлых передачах, ну, некой фикцией, некой иллюзией, что мы вот хотим так думать, восторженно, вот будем так вот думать, а на самом деле вот все не так. Что это действительно какой-то самообман, какая-то утопия. Вот. И я скажу откровенно, такая опасность есть. И то, что мы сейчас наблюдаем, конечно, это, в общем-то, ну, скажем так, возможность, возможность, вот, которая вовсе не обязательно будет реальностью. То есть те мысли, идеи, о которых мы говорили, совершенно не обязательно станут таковыми. Потому что природа веры и природа утопии, скажем так, это, в общем-то, близкие вещи. Абсолютно точно. Вот. И очень часто люди верят в утопию. И мы много раз в истории... Ну, тот же Теодор Герцог, да? С его, с его еврейским государством, которое он пророчествовал еще за 50 лет до того, как оно возникло. Ну, да, например. Да, что же была некая утопия, но которая, в принципе, реализовалась. Да, это вот как раз пример удачной утопии, когда вот какие-то тчаяния вдруг реализовались. Или, например, когда Иисус пришел в Иерусалим и начал там исцелять и воскрешать, ну, не в Иерусалим, а в Галилею, допустим, если бы там точнее, корректнее. Это тоже, может, воспринималось как чудо. Почему? Потому что этого долго не было. Люди читали вот о древних пророках, что да, там, допустим, или я воскресал мертвых, или Елисей там какие-то чудеса творил. А потом этого долгое время не было. И поэтому можно было считать это какой-то утопией, что этого не было, значит, этого и не будет. Но, тем не менее, явилась какая-то новая глубина духовная. И изнутри этой духовной глубины явилась и новая реальность жизни. Вот. И сейчас тоже мы можем говорить о том, что мы можем воспринимать создание государства Израиля как духовное событие. Как событие, связанное с явлением какой-то духовной глубины. и пытаться осмысливать это событие вот в контексте библейской традиции, в контексте того, что нам говорит Библия, чему она нас учит. Конечно, мы можем ошибиться, потому что у нас совсем рядом утопия, например, Советского Союза, когда весь Советский Союз верил в светлое будущее, в коммунизм. И, в общем-то, ни к чему хорошему это в большом счете... Ну, там как раз утопия безбожная. Да, это была утопия... Отрицающая Бога. Это была утопия, отрицающая Бога, но, тем не менее, это... Многие говорят о том, что это просто была иная форма веры. То есть, попытка оттолкнуться от православия, от христианства, породила собой новую религию. Когда вот у Бердяева есть очень интересное размышление на этот счет. У него есть такая книга «Смысл и истоки русского коммунизма», где он очень четко прослеживает эти вещи. Когда Советский Союз, по сути, повторил в каких-то своих формах христианскую религию. Ну, например, там, «Портреты вождей», это, допустим, иконостас. Например, там, «Десять принципов коммуниста», там, «Десять заповедей», это, по сути, доколог, да. Вот, «Песни какие-то», это, по сути, там, храмовое богослужение. Да, в принципе, идея-то и была привести человечество... То есть, это была какая-то новая вера. Новая вера, которая действительно была связана с утопией. И, конечно, тут есть совершенно понятное опасение. Вот. И опасность такая есть. Мы не знаем, как будет устроено будущее. Более того, будущее зависит от тех выборов, которые принимают люди здесь и сейчас. От того, какой они выбор принимают, собственно, и появляется новая реальность. То есть, новая реальность появляется как диалог человека и человечества с Богом. И человек отдельно взятый, и народ, или там народы, там общины какие-то христианские, или там атеисты, они могут принять свои какие-то выборы и привести человечество к храху. Это совершенно верно. То есть, реальность открыта. И мы... От нас самих зависит, какой она будет. Но, тем не менее, мне кажется, что вот в том, о чем мы говорили в прошлый раз и в позапрошлый раз, есть какая-то дополнительная подпорка для того, чтобы вот эти тчаяния могли быть осуществлены. Вот. Понимаете? Потому что, действительно, вот как бы можно говорить в том аспекте, что человечество как бы развивается. оно куда-то движется, в том числе в духовном смысле. И оно взрослеет. Оно взрослеет в каком-то смысле. И можно говорить о том, что если раньше были какие-то подростковые болезни у человечества в целом, то сейчас оно как бы преодолевает этот подростковый возраст и начинает жить более зрело, начинает более ответственно подходить к самому себе. Понятно, что это тоже может быть очередной иллюзией, что это все может вот в пух и прах разбиться. Но вот такая вот жизнь, что нам делать. Вы знаете, Андрей, мне близка концепция тикун-алям, еврейская концепция исправления мира. И исправления в смысле улучшения. То есть мир необходимо исправить, да, в нем есть нарушения, и Всевышний, в том числе и через исторические события, которые здесь разворачиваются, ведет мир к улучшению, к исправлению. Это вот очень созвучно тому, о чем вы говорите. то есть те процессы, которые в мире происходят, на них действительно можно посмотреть двояко. С одной стороны, можно бояться этих процессов и говорить, что они нас дальше и дальше заводят, уводят от Бога и от Бога познания. С другой стороны, во всех этих процессах, как вы верно сказали, можно нащупать какие-то ориентиры, и во всех этих процессах в конечном итоге будет то зерно истинной праведности, святости, которое Всевышний в конечном итоге будет использовать для того, чтобы привести человечество к своему плану. Это созвучно другой христианской мысли. Все содействует ко благу у святого апостола Павла, все содействует ко благу любящим Господа. То есть в конечном итоге все, все, что мы видим, все, что нас окружает, как бы это ни выглядело, в конечном итоге будет Всевышним использовано для пользы людей. Да, да, более того, мы... То есть вот на это можно опереться. Да, более того, сейчас, в 20 веке, мы можем опереться также на отрицательный опыт тех утопий, которые были в 20 веке. Потому что что такое атеизм? Атеизм – это нежелание принять примитивную веру. И поэтому в этом плане у нас есть как бы такая вот ну что ли критическая дополнительная вакцина от того, чтобы мы вот утопию ни в коем случае не примем. Не принимали. Мы знаем форму утопии, мы знаем, как она может выглядеть. Есть масса сочинений, там, орлы и так далее, которые описывают нам эти утопии. И мы как только вот чувствуем вот этот привкус утопии, мы говорим, нет, ни в коем случае мы знаем, что это такое. И это вот дополнительная как бы возможность сохранить трезвенность в этой ситуации. появляется здесь вопрос, да, зачем Мессия приходит во второй раз, зачем христиане ждут возвращения Мессии. Ой, но этот вопрос он очень сложный даже для иудеевых христианской диалоги. вот мы сейчас с вами говорим своими действиями, своими выборами, осознанием тех процессов, которые в истории происходят в свете Писания, мы входим с вами в мессианскую эру. Но мы можем интерпретировать, да, мы вообще весь исторический процесс мы можем интерпретировать как мессианский процесс, как продолжение мессианской эры или начало мессианской эры. Это, в общем-то, свойственно религиозному сознанию так думать. Вот, но я бы немножко снизил бы как бы глубину обобщения, что ли, или градус как бы наших духовных запросов, потому что надо сказать честно, что не все наши вопросы, не на все наши вопросы мы можем дать ответы. Надо сказать, что мы обычные люди, которые ошибаемся и заблуждаемся и много чего не знаем. Иногда надо честно сказать, что я не знаю, как вот состоится второе пришествие Христа, почему оно состоится, что будет и так далее. Мы этого, наверное, может быть, и не нужно так говорить и думать. Однако христиане в былые времена, но я не знаю, как это в православии, но в протестантизме это довольно яркая мысль. Христиане во многих поколениях, во всех поколениях ожидали второго пришествия Христа. И вот во время каких-то важных событий, которые разбалансировали статус-кво, текущее положение вещей, наверное, во все мировые войны, и даже сейчас вот такие эсхатологические настроения усиливались. Все начинают ждать возвращения Мессии, который все исправит, врагов покарает, плохих людей осудит, а хороших ведет Царство Божие. Я слышал такой концепции, как-то вот я слышал такое объяснение, что вот когда произойдет второе пришествие Христа. Еще и как с Израилем. Да, и как это связано с Израилем. Вот есть такая концепция, что второе пришествие Христа произойдет тогда, когда на небе накопится какое-то такое количество святых, которого будет достаточно для того... На небе или на земле? На небе, на небе. Мы говорим о воскресших из мертвых. Если уж мы такие категории затрагиваем, то мы уже как бы расширяем наше сознание. На небе произойдет такое количество святых, которое в случае, если будет второе пришествие, удержит состояние на земле в неком равновесии духовном. То есть злые силы, скажем так, присутствующие на земле не смогут эти вот добрые силы духовные победить. Я такую концепцию слышал. Я не знаю, справедлива она или нет, но по крайней мере она с точки зрения математики и каких-то вот цифр она выглядит привлекательно, потому что грубо говоря силы добра перевесили силы зла, и поэтому сохранилась некая равновесие. Но тем не менее это все-таки событие, связанное как бы с присутствием чего-то какого-то запредельного измерения. А в православии например, Бердяев выдвигал такую концепцию. Он говорил о том, что с Израилем связана идея двойного хелиазма. То есть о том, что Царство Божие восторжествует не только по ту сторону истории, но и оно в какой-то мере возможно и в этом мире тоже восторжествует. Это вот мысль Бердяева и это в том числе иудейская концепция. Что касается святых отцов, то здесь у них если брать православную точку зрения, то здесь у них нет однозначной позиции. Какие-то отцы говорили, что да, вот эта идея хелиазма возможна, какие-то говорили, что нет, что это ересь, но единой такой вот концепции мессианской в православии нет. По крайней мере я не знаю о том, чтобы вот были приняты какие-то каноны на этот счет. И может быть это и хорошо. Это оставляет возможность вот открытой реальности каких-то вот поисков здесь не боясь вот как бы куда-то не туда завернуть. поэтому мне кажется мы живем в то время, когда действительно как бы начинаем жить с чистого листа. И создание государства Израиля знаменует собой не конец какого-то периода, а начало следующего периода. Следующего. То есть какой-то период закончился, а следующий начался. Что это за период будет? Как он будет идти? Это открытая книга. И мы вот здесь начинаем как бы эту книгу читать. Это очень интересно. Спасибо большое Андрей вам за интересный взгляд, за новые мысли. Я уверена, что для многих наших слушателей это будут новые мысли, потому что мы склонны буквально в протестантизме по крайней мере так буквально трактовать Писание. И сегодня вы приоткрыли для нас такую завесу или подали идею, что можно еще к этому отнестись вот таким образом. Почему бы нет? Это очень интересно. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел. До новых встреч. До свидания. До свидания. Ветхий Завет состоит из 39 книг. Во многих из них говорится о Мессии и Мессианском Царстве. Сейчас с помощью теолога Анатолия Ермохина мы узнаем в каких именно и что там написано. Дорогие друзья, я приветствую вас. Меня зовут Анатолий Ермохин, я библеист и мы продолжаем цикл передач «Эсхатология Израиля». В следующих нескольких лекциях, которые мы объединяем в один блок, мы будем с вами изучать корпус ветхозаветных текстов, рассказывающих нам о Мессии и Мессианском Царстве. Одну мысль из предыдущего передачи я хотел бы повторить в самом начале. Дело в том, что именно иудейские чаяния, зафиксированные в корпусе ветхозаветных текстов, именно они воспринимались авторами Нового Завета как необходимая легитимная основа для рождения новых идей или развития старых. Поэтому нам так важно понять, что Ветхий Завет говорит нам о Царстве Христа. И первый текст, на который мы с вами обратим внимание, это текст из книги Бытие, 17 глава, 5-8 стихи. «И поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное и буду им Богом». Вот почему именно этот текст? На самом деле мне представляется, что это один из наиболее ранних текстов, которые так или иначе намекают и говорят о предстоящем грядущем Царстве Мессии. Вечным может быть только Царство Христа. И оно сразу неразрывно мы видим здесь, неразрывно будет связано с землей хананской. Но, по крайней мере, сделаю одну оговорку в рамках наших рассуждений над пророчествами и текстами Ветхого Завета. Так вот, Господь говорит, что это моя земля, вы же здесь только поселенцы у меня. И вот иудейские чаяния, ожидания установления Царства Божьего напрямую увязываются с задачами и ролью Мессии Израиля. Роль помазанников пониманий иудеев должна быть связана с установлением прямого Божьего правления, прежде всего в обетованной земле. Поэтому возникает важность рассмотрения такого вопроса, как земля израильская. Судьба земли обетованной, она в книге Бытие фигурирует несколько раз. И несколько раз Господь говорит о том, что это будет вечное царствование над этой землей. Чуть позже в исторической книге Царств есть вот такой текст. «Итак, дом твой будет непоколебим царство твое пред лицом твоим будет вечно и престол твой будет стоять вовеки». Конечно, такие эпитеты, как вечный престол, вечное царство, но они применимы исключительно к мессии Израиля. Но я повторю, что вот здесь в ветхозаветных текстах у нас появляется вопрос земли обетованной. К сожалению, это один из немногочисленных текстов, которые как-то намекают нам на мессию и грядущее царство мессии. Да, нужно признать, что довольно скудно. Наверное, есть еще и другие тексты, но начиная с поэтических книг, нас будет, конечно, прежде всего интересовать псалмы, там уже мессия представлена явно и ярко. И уже во втором псалме мы встречаем такие слова. Я помазал царя моего над Сионом. Сразу скажем, мы видим здесь прямую связку между помазанником, сейчас об этом понятие мы несколько слов скажем, и определенной землей Сионом. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. мессия, помазанник, помазание на царство, на Сионе, и опять идет речь о пределах земли. Ты поразишь их, имеется ввиду народы, жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Вот здесь появляется еще один эскатологический аспект царствования мессии. он должен будет не только установить правление на земле обетованной, но и также совершить суды и довольно жестко нужно признать наказать прочие или мы скажем языческие народы за что конечно библейские тексты и об этом тоже нам особенно пророческие пророки нам и ясно говорят за что. Несколько слов про термин такой помазанник. на древнееврейском языке это будет машеях нам в русский язык оно пришло это заимствование уже скорее всего от арамейского прочтения машеяха отсюда и машеях если мы переведем на греческий то получится Христос ну а на русский переводится это как помазанник давайте сразу отметим что помазанниками в ветхом завете называли царей священников и пророков но чаще всего этот термин был применен конечно же к помазанникам на царство помазанникам на трон поэтому здесь в процитированном тексте есть речь и о троне и о царстве мы видим что Господь помазывает его не только и не столько во пророке и даже по крайней мере в этом тексте не в священнике чтобы решать священнические задачи и проблемы греха а прежде всего помазывать на царство я повторюсь что здесь у нас появляется первое что мы сказали в пророчествах появляется земля затем появляется царствование над этой землей помазанника мессии и одна из первейших задач которую мессия должен решить это совершить суды далее мы процитируем с вами кусочек из 88 псалма я поставил завет избранным моим клялся Давиду рабу моему навек утвержу семя твое и устрою в рот и рот престол твой микрокомментарии позволю себе мы никогда не задумывались почему в новом завете у нас целых две родословных нам в общем-то христианам наверное и одной бы хватило впрочем и без указания родословной вероятнее всего мало что поменялось бы в наших представлениях взглядах на мессию на Христа однако только две родословных действительно легитимизируют полностью право Иисуса Христа называться мессией помазанником израильским но об этом мы поговорим позже детальнее когда будем рассматривать тексты нового завета я продолжу цитировать 88 псалом я поставлю завет избранным моим клялся Давиду рабу моему навек утвержу семя твое и устрою в рот рот престол твой обрел Давида раба моего елеем святым моим помазал его помазание вовек сохраню ему милость мою и завет мой верен ему и продолжу вовек века семя его и престол его сделаю как дни неба однажды я клялся святынею моею Давиду Лесолгу семя его вовек пребудет и престол его как солнце предо мною и как полная луна вовек конечно нам сложно говорить что здесь речь идет напрямую лишь о престоле Давида Давид уже приложился к предкам своим к отцам патриархам мы все чувствуем причем не только христиане но и прежде всего иудеи что этот текст говорит о престоле Давида на котором воссядет потомок Давида помазанник мессия христос но однако в этом пророчестве появляется еще один интересный на мой взгляд элемент а именно бог обещает царю Давиду что род его не прекратится и его потомок будет вечно царствовать на престоле в Израиле род не прекратится Псалом 109 цитирую сказал Господь Господу моему сиди одесную меня одесную значит по правую сторону доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих жезл силы пошлет тебе Господь от Сиона и господство среди врагов твоих обратите внимание мы сейчас продолжим цитату обратите внимание здесь снова говорится о судах не только о царствовании одесную отца о царствовании помазанника мессии но и о том что он жезлом силы должен будет господствовать среди врагов Господь одесную тебя поразит в день гнева своего царей совершит он суд над народами наполнит землю трупами сокрушит головы многих на земле первые слова из 109 псалма хорошо нам известны однако контекст пророчества говорит нам что не только должен царствовать будущий помазанник на в Израиле но он должен совершить суд над народами наполнить землю трупами для нас это не совсем привычно звучит но так 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 пророчествует Господь сокрушит он головы многих то есть он должен будет вести войны и совершать суды псалом 131 ибо избрал Господь Сион и возжелал его в жилище себе это покой мой век века здесь поселюсь ибо я возлюбил его там возвращу рог Давиду приготовил я светильник помазанному моему врагов его покрою стыдом а на нем процветет святыня моя и в этом псалме 131 почти в точности находят отображение идеи из предыдущих наших цитат а именно мессия в данном случае рог Давида выйдет от Сиона он будет вести борьбу с врагами земными господь избрал себе Сион как жилище вечное то есть мы видим здесь и землю и суды и народы и помазанка на этом я с вами прощаюсь продолжим следующая передача мы узнали о многих исторических событиях которые предшествовали восстановлению государства Израиль пришло время их повторить и так внимание в эфире Эля Васюкова добрый день дорогие друзья приветствуем всех неравнодушных к истории Израиля и судьбе еврейского народа в наших передачах мы с вами прошли большой отрезок времени информации довольно много поэтому начнем с небольшого повторения наш предыдущий разговор закончился рассказом об евреях России и о их участии в русской революции я помню как некоторые мои знакомые в 90-х когда народ увидел последствия коммунистического периода в нашей стране говорили это евреи придумали коммунизм совершили революцию и вергли нашу Россию в пучину проклятия вспомним что до начала 19 века евреев России практически не было Екатерина Великая русская императрица при разделе речи посполитой Польши к 1795 году присоединила к России 120 тысяч квадратных километров с населением более миллиона человек сотни тысяч евреев вдруг оказались гражданами Российской империи и где им сразу указали на их место в этой стране в 1791 году так называемые черта оседлости отделила евреев от остального населения России вне этой черты евреи селиться не могли и жили в своих местечках в страшной бедности и тесноте чужие всем и все чужие им почти с самого начала 19 века в России начались еврейские погромы русское слово погром так и вошло во все языки мира без перевода особенно большое число погромов началось после убийства царя Александра Второго и хотя убили его русские народовольцы бомба была изготовлена в квартире еврейской женщины Еси Гельфман и она тоже была приговорена к публичной смертной казни через повешение Характеризуя погромы проходившие с 1880 года и до революции историки указывают что они сопровождались поддержкой властей и полиции либо игнорировались ими Попустительская политика властей сочеталась с массовыми слухами о том что существует правительственное указание бить еврея только в 1905 году произошло около 700 погромов во время Первой мировой войны отступавшая Красная армия учинила погром местечки Молодечно русский офицер Лев Байтоловский позднее вспоминал приближаемся к Молодечно пар устало тянется к шоссе навстречу медленно плетется странная фура погоняем мужичком белорусом с белокурой бородой за фурой с плачем бредут какие-то жалкие еврейки откуда из Молодечно что везете мужичок смотрит на меня пустыми глазами и криво усмехается еврейки молча и пугливо проходят мимо наклонившись с седла я сдернул концом на гайке грязное видно на телеге и отпрянул назад под рядном лежали два тропа метнулись глаза торчащие кверху бороды восковидное лицо старика со скаленным ртом багровое пятно под вытекшим глазом вывороченные перебитые пальцы и клочья кровавленного платья чего ты молчишь резко срывается у меня мужик равнодушно смотрит стороны нехотя отвечают казаки молодечно погром делают жидов режут в результате погрома сотни евреев было убито и тысячи покалечено их дома были полностью разграблены и разрушены и создавшейся в России ситуации для евреев было всего четыре выхода первый самый простой и быстрый эмиграция множество евреев стали покидать Россию в основном они бежали в Соединенные Штаты Америки или Западную Европу тут сразу решались все проблемы уехав в Европу а лучше в Америку евреи не подвергались опасности лишиться жизни имущества более того при удачно сложившихся обстоятельствах там можно разбогатеть и стать очень даже уважаемым человеком что и произойдет в ближайшем будущем когда Россию покинут почти два миллиона евреев второй самый трудный и самый правильный ехать в Палестину землю обещанную Богом бороться за ее освобождение от турок-османов и строить свою страну свой еврейский дом немногие ох немногие пошли этим очень тяжелым но благословенным путем некоторые евреи ушли в преступный мир в котором не было национальности там они тоже очень даже преуспели до сих пор основу криминального языка составляют слова из эврита и интиша часть евреев России стали революционерами чтобы построить интернациональное государство где они уже никогда не будут евреями а свободными гражданами свободной страны и совершенно неважно какой-то национальности такой шанс евреям предоставлялся единственный раз за всю историю многострадального рассеяния Вскоре после издания декларации Бальфора прибыла сианинская комиссия Тель-Авив молодое еврейское поселение с энтузиазмом ее приветствовало комиссия во главе с доктором Хаимом Вайтсманом который через 30 лет стал первым президентом государства Израиль посетила стену плача в Иерусалиме Этот визит к руинам еврейского государства древности завершил один исторический акт и открыл собой другой Я помню что читала или мне рассказывали что в России тоже праздновали это событие Они даже пригласили знаменитого певца Шаляпина который был одним из лучших певцов в мире Бас Баса Профунда В России был огромный митинг Он был наверное в Москве или Петербурге Не знаю где точно Шаляпин пел о тикву Но радость русских русских сионистов была недолгой 7 ноября через 5 дней после декларации Бальфура большевики захватили власть в России Вождь революции Владимир Ильич Ленин безоговорочно отверг сионизм хотя он решительно осуждал антисемитизм Он заявил что все евреи теперь получат свободу и равноправие Многие евреи верили что революция положит конец ненависти дискриминации страданиям и гонениям Множество евреев сражалось и погибло за революцию Похоронены они были на Марсовом поле Похоронены они были на Марсовом поле где проходили парады царских войск старые партийцы обходили всех и вот к нам подошел один и сказал вы должны гордиться вашими товарищами и моим другом Лопатиным Это были настоящие революционеры самоотверженные люди И вы тоже пришли с красным знаменем И я вместе с вами хочу сказать да здравствуют наши товарищи друзья евреи да здравствует революция И мы дружно ответили на иврите Хей Дот Эй Дот Эта фотография сделана на конференции партии большевиков проходившей в Петрограде в июле-августе 1917 года за три месяца до прихода большевиков к власти В верхнем ряду рядом с вождем большевиков Лениным мы видим трех евреев Зиновьева Троцкого и Каменева Во втором ряду только один еврей Свердлов позднее ставший первым президентом Советской России Слева от Свердлова молодой Сталин в то время второстепенная фигура в большевистском руководстве Крупнейшим большевистским лидером после Ленина был Лев Троцкий Бронштейн человек сыгравший решающую роль в планировании организации и проведении революции 26 октября на следующий день после восстания лидеры встретили в здании Смольного в Петроград чтобы назначить первое правительство Мария Иоффи помощница Троцкого тоже присутствовала там из соседней комнаты она вместе с подругой следила за происходящим Затем появляется через некоторое время и говорит кто-то выглядывает из-за двери и говорит министр иностранных дел Троцкий и мгновенно исчезает через некоторое время опять министр просвещения и мы все хором Луначарский Луначарский совершенно верно Луначарский вот какие времена были чуть позже министров никаких не будет полное молчание будут народные комиссары и будет совет народных комиссаров народных комиссаров тогда поднимается кто-то а кто предложил Троцкий и кто-то другой говорит слушай да не беги ты а кто председатель вашего совета народных комиссаров о дурачье о дурачье конечно Ленин он назвал нас дурачьем потому что было ясно что председатель совета народных комиссаров конечно Ленин будучи комиссаром иностранных дел Троцкий поехал в Брест Литовск надеясь вывести Россию из мировой войны его правой рукой был известный еврейский революционер Адольф Иоффе муж Марии Иоффе Троцкий и Иоффе возглавили советскую делегацию которая договорилась с Германией о сепаратном мире впоследствии названном Брест-Литовским миром однако не успев освободиться от внешней войны большевики столкнулись с серьезной угрозой их существования в России началась гражданская война это были бурные времена целые районы многократно разоренные во время мировой войны снова были охвачены пожаром многие считали что Троцкий спас хорошо это или плохо большевистскую революцию спас от поражения и в своей новой должности комиссара обороны он создал Красную Армию во время гражданской войны многие евреи вступали в Красную Армию не по идеологическим соображениям а больше из-за того что Белая Армия устраивала погром только на Украине произошли 1326 погромов которых было убито 70 тысяч евреев и сотни тысяч искалечены человеком ответственным за эти зверства был командующий украинской армией Семен Петлюра Под личиной мягкого интеллигента скрывался один из страшнейших убийц в еврейской истории его армия убивала мужчин женщин детей с жестокостью превзошедшие все что перенесли евреи в царское время антисемитизм не только творил еврейскую историю но и к концу 19-го начала 20-го столетия превратился в фактор унировой политики антисемитизм привел массы евреев в русско-революционное движение и в итоге послужил победе коммунистов Гражданская война длилась три года Троцкий командир Красной Армии спешил в своем бронепоезде с одного фронта на другой произнося пламенные речи перед войсками не раз Троцкий играл решающую роль в ходе битвы под его твердым руководством Красная Армия и его детище отражало натиск Белой Армии и Объединенных Сил от Танды Великобритании Франции и Соединенных Штатов У нас за что не возьмись надо начинать с 1917 года Октябрьская революция нанесла удар по еврейской общине России Малая часть евреев участвовала в революции Для большинства русских евреев революция и гражданская война была страшной катастрофой разрушившей их жизнь евреи-революционеры участвующие в событиях не ощущали себя евреями и ничего не сделали для еврейского народа Октябрьская революция была не революцией а контрреволюцией потому что отняла у народов России все что они имели а последовавшая за ней гражданская война была самой страшной катастрофой постигшую Россию в 20 веке а вы спросите а как же Великая Отечественная там же убивали гораздо больше человек да это правда но в Отечественную 41-45 годов был фронт и тыл в тылу тоже было не сладко но там не убивали а в гражданскую убивали везде и всех по всей территории России и это продолжалось много лет и в любой момент распахивались двери заходили какие-то люди или убивали или грабили или уводили и нигде не было спасения гражданская война полностью разрушила русское общество нанесла огромный ущерб еврейскому народу 300 тысяч еврейских детей остались сиротами еврейская община совершенно не желала революции рухнул привычный уклад все разрушилось иудеи преследовались точно так же как католики и православные и прочие религиозные люди поэтому все представления о том что русские евреи виновны в революции что они хотели этой революции что революция принесла им что-то невероятное не имеет отношения к реальной действительности евреи попали в Россию сами того не желая они не переселялись в Российскую империю они достались Российской империи в ходе разделов Польши как обременение и полякам Россия не была особенно рада потому что они исповедовали католицизм и поляков из-за этого не брали на работу но те хоть христиане а евреи ведь они распяли Христа а теперь враги Иисуса в больших количествах находятся на нашей территории чужие странные со странным языком со странной жизнью религией и тут в русском обществе столкнулись два подхода к этой проблеме первый отгородиться от них чертой оседлости второй если уж они живут в нашем государстве живите как все мы переход в православие снимал все вопросы и даже еврейский дедушка Ленина блант еврей принявший крещение получил возможность иметь дворянский титул поэтому наш Владимир Ильич был дворянином большинство евреев сохранявший свой привычный уклад не желало становиться истинными православными верующими но часть молодых евреев получивших русское образование решила раз уж мы живем в этой стране то должны участвовать в ее жизни и во всех процессах российского общества отсюда участие евреев в народовольческом и революционном движении когда мы говорим что 36 процентов революционеров было еврейской национальности это кажется довольно много но в абсолютных цифрах активных революционеров было несколько сотен а значит евреев там всего было несколько десятков если внутри черты оседлости жило несколько миллионов евреев а несколько десятков были сторонниками революции цифра оказывается бесконечно малым но их фамилии бросались в глаза в первое большевистское правительство которое формировалось на следующий день после вооруженного восстания 25 октября 1917 года вошел всего один ревни Лев Давидович Троцкий об этом и многом другом наша следующая передача евреи и христиане уже две тысячи лет живут вместе история их отношений это история гонений и погромов боли и смерти но что же сегодня они думают друг о друге давайте узнаем здравствуйте я считаю что любая в общем-то религия вера в Бога это хорошо несмотря на то что христианство для евреев мы не верим так как верят христиане но несмотря на это я считаю что люди которые верят в Бога и когда они это их держит в определенных рамках и дает им нормы приличия этики определенной эстетики я считаю что это очень хорошо для народов мира и что это может помочь какому-то взаимодействию естественно если это не несет никакой агрессии по отношению к другим людям по отношению к другим религиям религиям и в частности к нашей наш выпуск подходит к концу мы надеемся что он понравился вам и вы поделитесь своими впечатлениями от увиденного с вашими друзьями и знакомыми в самом конце нашей сегодняшней программы мы предлагаем вам короткое библейское послание одного из пасторов России ну а я прощаюсь с вами до встречи ровно в 7.40 я приветствую вас меня зовут Егор Фолькович город Екатеринбург церковь живое слово я хотел бы сегодня поделиться с вами Божьим словом и благословить на предстоящий день в книге пророка Иеремии сказаны такие слова в 29 главе с 11 по 14 стих ибо только я знаю намерения какие имею о вас говорит Господь намерение во благо а не на зло чтобы дать вам будущность и надежду и воззовете ко мне и пойдете и помолитесь мне я услышу вас и взыщите меня и найдете если взыщите меня всем сердцем вашим и буду я найден вами говорит Господь Бог говорит что у него есть намерение совершать добро в нашей жизни Он как любящий отец хочет заботиться хранить благословлять каждого из нас а если Господь что-то хочет сделать то это обязательно совершится Он говорит что мы даже не можем представить себе или увидеть то что Бог приготовил для нас каждый день Бог рядом с нами и в нем и вместе с ним наше будущее и это дает нам надежду когда мы проходим разные трудности и обстоятельства разные испытания мы всегда можем полагаться на нашего Бога в книге притчи 18 главе 11 стихом сказано так имя Господа крепкая башня убегает в нее праведник и безопасен как прекрасно знать такого Бога который никогда не оставит нас но держит в своей крепкой и сильной руке давайте сегодня не будем сомневаться что Он Творец и Всемогущий Бог рядом с нами каждый день и еще Бог приготовил много доброго для каждого из нас в нашей жизни но самое дорогое это Он Сам и общение с Ним Господь говорит о том что если мы всем сердцем будем стремиться к Нему если мы захотим встретиться с Ним то Он услышит нас и придет к нам Божье желание это общение со своими детьми и в этом дне Он хочет чтобы мы нашли время для молитвы для поиска Его и Его воли а сейчас давайте помолимся Господь благодарим Тебя за Твое присутствие благодарим Тебя что Ты рядом с нами и что мы можем иметь мир и надежду во всех обстоятельствах нашей жизни мы просим о Твоей милости и благодати на этот день благослови наши дома семьи благослови наше здоровье нашу веру и помоги нам искать Тебя помоги нам пребывать в Твоем священном писании которое всегда хранит наше сердце которое дает помышлять о горнем о духовном о небесном прибыть с каждым из нас аминь будьте благословенны до сих пор петри до сих пор Случилось сто века назад, и было то не сказкой И прятал от врагов глаза евреев те дни за Паской Но меч во тьме взял маковей, встал во главе отряда И восемь дней не гасло в ней, и восемь дней не гасло в ней Горела в ней лампада Ханука, радость и свет, ярче света в мире нет Ханука, твой путь, эту свечу никому не заду Те времена давно прошли, но в сердце не забылись Мужчины в бой смертельный шли, а женщины молились Коль правде верен ты своей, да на душе награда И восемь дней не гаснет в ней, и восемь дней не гаснет в ней И вверх горит лампада Ханука, радость и свет, ярче света в мире нет Ханука, твой путь, эту свечу никому не заду Ханука, радость и свет, ярче света в мире нет Ханука, твой путь, эту свечу никому не заду Ханука, твой путь, эту свечу никому не заду Ханука, твой путь 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 Продолжение следует...